друзья всем привет с вами снова дмитрий медведев и сегодня пользуясь случаем хочу поздравить всех с наступившим новым годом и жительством желать вам всяческих успехов удачи здоровья и благ новом году и хочу с вами поделиться одним интересным способом как сделать вот такие вот интересные шарики а точнее этот способ показывает как наносить такие вот орнаменты в принципе любые орнаменты с развертки на полу сферу нарисуем сферу размером примерно 20 или даже может быть 30 миллиметров мы с вами должны перестроить эту сферу в ту поверхность которую можно будет раскатать на плоскость причем если вы если мы будем ее раскатывать то эта поверхность должна быть равномерно во все стороны есть такой интересный способ я сразу возьму половинку от нашей сферы и сделаю и сделаю маленький маленький отступ наверх вот такой вот небольшой и отрежу вторую часть для чего это сделал я это сделал для того чтобы создать небольшой бортик и от этого бортика я сейчас сделаю поверхность поверхность типа патч вот такая вот заплаточка сейчас у нас получится такого типа и смотрите я ставлю в заплатке четыре спана по ю четыре спана по в чем она хороша эта шапка она хороша тем что она равномерно создана во все стороны сейчас мы построим с вами снова сферу которая у нас была примерно так переключимся в режим прозрачности и немножечко под редактируем вот эту конструкцию ну пусть будет так давайте так оставим сферу вот у нас такая вот полусфера получилась мы ее с вами превратим в поверхность причем поверхность превратим при помощи функции и теперь внутри вот этой вот этой развертки которая пока что представляет собой только кривые я нарисую тот самый орнамент который мне нужен ну так вот теперь давайте достанем нашу исходную поверхность вот она и посмотрим на нее повнимательнее берем мужика с молотком и смотрим она была создана таким образом что по ю и по ве у нее получилось 7 контрольных точек давайте то же самое сделаем с нашей плоской поверхностью возьмем и перестроим в 7 контрольных точек чтобы эти поверхности у нас были абсолютно идентичны теперь переносим этот орнамент с этой плоскости на вот эту плоскость и смотрим что будет получаться раз два вот получается вот такой вот рисунок вполне неплохой но если он нас не устраивает мы можем подредактировать его каким образом достаточно взять контрольные точки вот эти контрольные точки на поверхности и начать их двигать но для того чтобы было удобнее двигать контрольные точки можно включить фильтр и оставить только control points вот таким вот образом теперь у нас будут выделяться только контрольные точки вот и мы сможем работать только с ними и каким образом мы будем с ними работать берем уменьшаем допустим эту часть у нас увеличивается верхушка на полусфере или же наоборот после того как мы вот это вот сделаем да у нас такая вот здесь красивая канитель случилась м эту канитель мы можем как то обрубить и обрубим ее вот так вот при помощи вот этой линии нам уже не нужна будет вот эта плоскость в которой мы работали я ее спрячу что мы теперь сделаем мы теперь возьмем сферу на которую мы будем все это переносить потому что в принципе вот эта поверхность нам уже не нужна она свою роль сыграла а теперь мы возьмем сферу таким образом нарисуем сферу чтобы нижняя часть куда я ее рисую она оказалась внизу и вот так вот подставим сюда таким образом у меня получится шов в нижней части ну так будет удобнее и теперь всю эту конструкцию я просто функции pull перетаскиваю на сферу она у меня вот так вот подтягивается аккуратненько теперь у нас будет стоять следующая задачка у каждой кривой сделать отступ по поверхности вовнутрь указываю базовую поверхность и делаем отступ ну к примеру 0,3 мм и так далее со всеми с ними провести вот такую вот операцию ну если нам лень а нам лень то можно воспользоваться чудесной программкой Grasshopper бесплатно установить ее и сделать небольшой алгоритм он очень простой его можно будет повторить мы берем группу кривых и группу верхностей поверхность поверхность у нас шарик 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 приделываем сюда set one surface берем кривые все кривые так вот уделяем и сюда set multiple curves у нас есть кривые есть поверхность находим в кривых функцию offset задаем расстояние 0,3 отступ сюда кривые сюда поверхность сюда отлично получился получились отступы вовнутрь то что нам и нужно было мы достигли нашего результата теперь берем правый клик bake запекаем давайте какой-нибудь ну просто запекаем ставим группировку чтобы сгруппировать все наши объекты так и вот у нас получилась группа кривых так все гороскопер нам больше не нужен сворачиваем его и во фронтальном виде рисуя палочку так вот отрезаем от поверхности необходимую нам часть ну вот чуть чуть выше экватора чтобы не захватывать вот эти полюса мы отрежем от шарика вот этот кусок и используя функцию сплит разделим нашу поверхность так все теперь мне уже больше ничего из этого не нужно кроме одной только вот этой поверхности которая у меня осталась вот я ей сейчас придам толщину вот таким вот образом зададим толщину где-нибудь 0,8 твердое тело и вуаля у нас готов рисунок орнамент который мы дальше можем использовать ну допустим делать ему зеркало и создать из этого некое подобие сферы то есть то что вы видели в начале вот как то так надеюсь этот способ вам будет полезен вы будете его применять в работе все всем спасибо подписывайтесь на наш канал ставьте лайки до встречи на занятиях всем пока